Вакцинация от коронавируса теперь в национальном календаре прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ вышел в декабре прошлого года. Согласно тексту документа, вакцинация теперь доступна и подросткам. Подробнее о новой процедуре расскажет заместитель начальника МСЧ-135 Лидия Штаней. Предшествующая волна коронавируса принесла врачам неожиданные данные. С распространением нового штамма вируса подростки стали тяжелее переносить инфекцию. Появили средне-тяжелые и тяжелые случаи течения с поражением легких. Новая форма вируса, к тому же, стала заразнее и развивается быстрее. Поэтому и возникла необходимость вакцинации детей. С 2022 года будет осуществляться вакцинация подростков с 12 до 17 лет. Вакцинация будет осуществляться на добровольной основе при наличии согласия одного из родителей либо опекуна. Мы ожидаем 500 доз вакцины спутник М. Соответственно, в школах родителям будут переданы бланки на согласие либо отказ от вакцинации. И те дети, чьи родители высказались в добровольное согласие, будут вакцинированы. Вакцина это двухкомпонентное. Введение двухкратное с промежутком в 21 день. Вводится внутримышечно. Противопоказанием является тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Не вводится при острых вирусных инфекциях либо при обострении хронических. Медотвод 1 месяц. Также с осторожностью при наличии в анамнезе аутоиммунных заболеваний, тяжелых заболеваний печени, почек, миокардитов, эндокардитов, перикардитов. Соответственно, не вакцинируются дети со злокачественными наобразованиями, а также заболеваниями центральной нервной системы. Но в любом случае ребенок перед вакцинацией будет осмотрен врачом-педиатром, проанализирована его анамнез, амбулаторная карта. И только после этого, после осмотра ребенка, проведения термометрии, определения сатурации, то есть уровня кислорода в крови, ребенку будет дано допуск к вакцинации. В ходе клинических испытаний побочными действиями было выявлено только повышение температуры. Возможный гриппоподобный синдром, возможны какие-то непродолжительные боли в мышцах и в суставах, и, возможно, отек, покраснение в месте инъекции. Клинические испытания проходили на группе детей с 12 до 17 лет. Вакцина для детей до 12 лет еще проходит клинические испытания, то есть это будет какая-то иная вакцина, это будет, скорее всего, назальная форма. Специалисты подчеркивают, что вакцинация подростков носит добровольный характер. Отсутствие прививки не ограничивает посещение детьми школы и общественных заведений.